друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы не забывайте переходить и подписываться ну что ж мои хорошие мы сейчас с вами прям буквально по горячим следам будем обсуждать обозревать и комментировать нет не ролик а стрим уралочки сейчас уралочка еще сидит на стриме а галинка малинка уже вышла вещать своим любимым зрителям что же там у нее происходит в общем друзья мои так понимаю что будет несколько обзоров по стриму стрим скорее всего будет длинный длиннющий но знаете сидеть тратить на это сразу три часа времени своего у меня нет нежелания не так скажем возможности поэтому я послушала часика полтора и решила вам рассказать но некоторые очень и очень кстати интересные моменты ну что ж как говорится начнем вы знаете ребята худеть не худеется да да уралочка сказала вес встал стоит и никуда идти не хочет ни вперед ни назад одежда спадывает при всем при этом кто-то скажет галя боже мой как ты заговорила нет я говорю исключительно уралочкиными словами она говорит худеть не худеется вес стоит на месте одежда спадывает и спадывает ну да мы слышали историю про то как вы знаете друзья мои пальчик уралочки очень сильно похудел уралочка скинула килограмм семь восемь но пальцы очень сильно похудели и буквально обручальное кольцо уже норовится скачать с пальчика я вот думаю может быть это к тому что сафарик все-таки отправиться на историческую родину один не прихватив собой свой чемодан в виде олечки олечка говорит друзья мои кстати про вещи она говорит что не померю все спадывает что не поверю все не по не померю все висит спадывает и спадывает визит и визит я так и не поняла каким образом олечке все спадывает когда она больше ни черта не сбросила ребят ну кто то скажет вот галя ты не права она сбросила там 7-8 килограмм но друзья мои но я согласна но если допустим девушка весит 60 или 70 килограмм конечно на ней вот эти вот 7 8 килограмм будут заметны по одежде но вы меня извините конечно когда уралочкин вес и с него 7 или 8 килограмм это вообще абсолютно незаметно и даже по одежде но до уралочки видимо не доходит что некоторые вещи некоторые ткани просто так скажем вытягиваются уралочка я так понимаю об этом думать не думает короче друзья мои уралочка больше не худеется ей но вот так получается говорит вещи при всем при этом спадывают и спадывают вы знаете я уже начинаю буквально завидовать как это у нее так получается надо раскрыть ее секрет но слюни продолжают течь нет это не шутка она сказала слюни текут хочу жрать пирогов так и сказала друзья мои уралочка но вот этот вот деспот диетолог в виде сафарика он запрещает уралочки есть она горит как вечер как я горит хочу дыньки арбузика или яблочко он тут же мне говорит стоп холодильник закрыт больше тебе ничего есть нельзя я так знаете посидела покумекала и думаю интересное кино интересная как говорится получается у нас с вами до история вот как арбуз так жрать нельзя как дыньку жрать нельзя как яблочки так жрать нельзя а вот знаете мучное домашнюю лапшу картошечку пиццу пирожки еще что-нибудь и жирное мясо колбаску да который мечтает уралочка каждую ночь вот это почему-то странным образом можно кто-то скажет как так и так далее ну как так очень просто уралочка же когда готовит говорит ну если очень хочется то можно в общем да друзья мои как то так ну что ж как говорится посмеялись а теперь переходим к серьезным вещам последние новости друзья мои главная я бы сказала новость на следующее лето на каникулы дети сафарика приедут к ним в гости надо в общем я так понимаю будет весь табор жить уже практически уралочки уралочка смотри как бы не получилось как в той сказке что ты знаешь останешься до в избушке останутся все кроме тебя будешь принимать гостей со всех властей в итоге останешься за пределами своей махонькой малюсененькой квартиренки в общем но в этом году хотел приехать прилететь к ним сын хотел сказать уралочки нет не уралочки а сафарика но как сказала уралочка в связи со сложной обстановкой друзья мои он никуда не поехал было принято решение что сын сафарика никуда не поедет в этом году далее далее вы знаете уралочка очень сильно удивлялась почему ее некоторые в чате называли ей даже написали что вы мол хитрая женщина да и она говорит а чё это говорит я хитрая когда я простая как три копейки я мол всегда говорю правду правду и только правду оль ну вот кому ты это чешешь вот мне просто интересно на вот даже есть ролики да по поводу того где тебя ловили на самом настоящем вранье да да чё там далеко ходить вот да вот даже вот недавно они не не дела давно минувших дней дела допустим двухдневной давности когда ты сказала что вот у нас приходит племянница берет банки вот эти вот значит со всякими там компотами и прочими вещами на что сафарик тут же сказала она же отказывается от этих банок да а уралочка вот таким вот образом и простоволосилась друзья мои давайте серьезные вещи уралочка всегда кричала что есть ей можно столько сколько угодно когда и хейтер писали хватит жрать скоро будешь сидеть на инвалидности уралочка что орала вы полудурочные вы мне завидуете я здоровенько я красивенько и так далее и что мы узнали бабах как среди гром как гром среди ясного неба уралочка выставляет таки донатик на свое здоровье окаживается там со здоровьем по ее словам полный швак тут когда понадобились деньги здоровье хреновое как значит жрать надо было да и оправдать свое свой вот этот вот бесконечный жор в огромных количествах так она для всех здоровенько вспомните когда уралочка говорила что у нее не было сахарного диабета друзья мои а теперь оказывается он есть представляете уралочка вот ответь просто на вопрос ну как ты говорила правду когда ты раньше говорила что у тебя с сахаром все в порядке у тебя нет сахарного диабета да у тебя не со невысокий сахар а сейчас ты говоришь что сахар у тебя но бывает такое 7 и 8 да в общем всякие разные мне вообще просто очень интересно поэтому все вот эти ее сказочки по поводу того что я чеснёхонько перед вами ну ну как говорится расскажи кому-нибудь другому мы уже об этом говорили то что я не считаю это не считая того сколько лет они живут вместе с сафариком там уже уралочка столько версий выдвигала что уже там знаете можно написать целую книгу по этому поводу далее далее ребят мне очень понравился момент когда они сидели я так и не поняла что там уралочки было то ли у нее на лице что-то было то ли она там что-то ела и не вытерла рот да то ли еще что то я значит смотрю как раз таки я в этот момент жарила отбивной мне так смешно стало но у меня был включен телевизор и я смотрю и в этот момент сафарик и закрывает да по телевизору я уралочка смотрела сафарик и закрывает рот и уралочка такая сидит глазами хлопает если честно я думала что она сейчас возьмет что-нибудь какую-нибудь колотушку и треснет ему по башке но слава богу как говорится все обошлось сафарик живой здоровый далее друзья мои а ну вот что она сказала процесс похудения идет у нее слишком медленно она говорит практически стоит на месте она говорит хочется конечно горит мне быстро хочется горит худеть на 10 на 20 на 30 килограмм вы знаете я будто ребят когда в свое время как-то тоже худела ну мы всех худеем да кто-то худеет кому-то надо 2 килограмма сбросить кому-то 5 а кому-то простите 55 так вот дело в том что когда я как-то худела я помню увидела интересную передачу мне очень понравились слова диетолога тоже там все пытались побыстрее худеть нам скинуть как можно больше мне понравилось как он тогда сказал вот таким торопыгом как мы да ну как все девушки которые мечтают быть всегда в идеальной форме и он тогда сказал говорит вы горит такие интересные говорит многие из вас горит нажирают килограмме годами килограммы годами и десятилетиями а грит похудеть вы хотите буквально за неделю или за месяц и ведь на самом деле такая знаете такой степ интересный да такая фраза и ведь на самом деле она действительно очень и очень правильно а уж в случае с уралочкой да как она говорит я хочу худеть и на десять и продуктов сто процентов потому что у тебя слишком много лишнего веса но ты из той категории людей которые рабы своего желудка запомни это раз и навсегда поэтому я вообще сомневаюсь что ты еще хотя бы что-нибудь сбросишь будет хорошо если ты еще ничего набирать не начнешь и вот вчера мне девочки писали по этому поводу на моем канале галя мол типа что-то у них уже процесс похудения застопорился на что я сказала видимо говорю обожатели уралочки считает что она выполнила свою программу максимум да друзья мои эта женщина которая не хочет ничего сделать ради не то что даже красоты ради элементарно своего здоровья о чем здесь можно говорить какие 10 какие 20 какие 30 для того чтобы столько сбрасывать надо прикладывать усилия надо переставать жрать то что она жрет то что ей жрать категорически нельзя да именно жрать потому что вот она столько всего нажрала да и вот эту лапшу и вот эту картошку и все вместе но опять же если ей это нужно она же собирает деньги на лечение да говорит у нее кстати донат до сих пор стоит и говорит о том что вот мне мол срочно надо у нее кстати два сустава она сказала на коленях на ногах да вот получается на замену вы представляете она все равно продолжает но если хочется то можно ну ешь далее друзья мои что касается сафарика он полетит в таджикистан по крайней мере сейчас нам так говорят а в октябре месяце вы знаете я так думаю что это еще бабушка надвое сказала потому что кто его знает до октября месяца еще как говорится время много да может там тоже что-то еще изменится может и вообще никуда не полетит урал очка точно никуда не полетит как я в принципе я ожидала потому что она перелет мне не не сможет она да но в общем он полетит один но планирует друзья мои планирует все дело вот это вот снимать и выкладывать ролики почему тогда спрашивала вчера у вас как вы думаете да как они будут с каналом в это время пока он значит его не будет какое-то время дома по словам кстати урал очки у него ему предстоит деловая поездка в таджикистан да друзья мои так и было сказано поездка будет сугубо деловая урал очка как это так понимать то есть он несколько лет не видел своих родителей он несколько лет не видел своих детей вот это видео сообщение мы не имеем да я имею ввиду вот контакт вот такой вот обычный то есть он не видел и поездка будет сугубо деловая я не знаю что там будет в этой поездке может быть он будет окончательно разводиться со своей первой женой как знать да дабы так скажем получить гражданство может быть как раз таки ему нужно будет что-то там получать какие-то документы опять же для того чтобы получать гражданство россии не знаю ребят а время покажет может быть мы что-то конечно же и узнаем кстати а вот пишите что вы думаете по этому поводу почему поездка все-таки деловая далее спросили у него вот задали мой элементарный вопрос а скучаете ли вы сафари по своим детям в этот момент отвечает почему-то урал очка ребят отвечает за него и говорит ну конечно же он скучает а мне знаете такой вопросик на засыпку а что у сафарика язык отцов вот почему то когда надо знаете передразнивать хейтеров он в первых рядах да а вот как сдать на права и получить водительское удостоверение он вообще а как говорится не в зуб ногой да или как ответить на вопросы которые ему адресуют как блогеру но он же блогер так почему ты не отвечаешь на эти вопросы кто то скажет а вот хочет и не отвечает нет но с другой стороны вы меня извините вы же свою жизнь то вынесли на показ вы же рассказываете о своей жизни многие моменты да и говорите о том что мы перед вами честны так почему не ответить на элементарный вопрос который касается детей вот мне просто интересно да тут он сделал вид что это вообще вопрос адресован не к нему вы понимаете вот когда пишут какую-то какую-то ерунду да то он в первых рядах и начинает перечислять какие-то глупости да или сцепляется с кем-нибудь или еще что-то а здесь прямо молчит сидит и молчит далее друзья мои а сафарик признался что будет обязательно снимать всю поездку ну а что касается родственников как он сказал не знаю если родственники мол дадут согласие то тогда мы их снимать будем правильно валочка вот твоя сестра родная и так понимаю она не просто так с тобой была в ссоре энное количество времени а возможно и несколько лет вот твоя сестра родная не любит чтобы ты и просит ее не снимать но ты ее все равно сняла вместе с невесткой вместе с внучкой да зная прекрасно что твоя сестра против когда одна из твоих приятельниц которыми ты сидела в толстой креветке еще наверное на 8 марта да не наверное точно вот я помню кстати тот момент она тоже была против съемки но ты ее все равно засветила и подруга сидела там с недовольным выражением лица а вот то что касается родственников сафарика это не не это святое сказали нельзя значит нельзя в общем друзья мои вот так далее но донатики стоят все как обычно кстати вот все которые обожатели хомячки уралочки которые всегда кричат а какая между вами разница ты тоже вещаешь на ютубе да да и я так же как и все блогеры на ютубе зарабатывают деньги но я в отличие от попрошаек в отличие от таких как уралочка я донаты не выставляю реквизиты карт не выставляю ни у кого ничего не прошу и живу и отдыхаю исключительно на свои деньги вот и вся разница да хотя хотя уралочка кричала что у нее канал конечно же больше естественно влоговые каналы всегда больше обзор на канал у обзорных каналов есть потолок это узкая специфика как ни крути это понимает любой блогер а вот влоговые каналы как раз таки такие как уралочки это еще маленький канал потому что есть такие каналы как мама отличника ванильная семья у которых там миллионы и полтора миллиона подписчиков да вредина лайф миллион семьсот и так далее поэтому как то так но вот что самое интересное получается почему-то каналы меньше уралочки не просят а живут на свои да ни в чем себе не отказывая а вот такие как уралочка которые кичат со своим количеством подписчиков сидят и выставляют донатики и даже лекарства не в состоянии себе позволить мне кстати очень понравилось сейчас мы с вами этот момент обсудим далее далее вот единственное с чем я согласна когда уралочка сказала жаль что лето проходит я здесь не согласна далее друзья мои а в общем хочется да как я говорила ей пожрать пироги но сафарик ей не дает уралочки хочется гулять но сафарик с ней гулять не хочет даже по вот этому дачному участку и за пределами дачи не знаю может стесняется но по крайней мере говорит о том что я устаю на даче и так у меня слишком много работы а уралочки гулять одной не с кем вот казалось бы да зачем тебе какие-то провожатые иди ради твоего здоровья но нет даже здесь и не гуляется но что касается сафарика вот вам как говорится и вся любовь как заработать свои любимые якобы жене на лекарства так его нет как пойти с ней вместе поддержать ее да вместе с ней пойти прогуляться зная что ей это нужно его тоже нет в общем как всегда друзья мои далее далее вот она сказала что ей предстоит замена суставов на двух ногах на коленях но уралочка здесь я тебе могу сказать одно я желаю тебе здоровья как и любому другому человеку я никогда не желаю зла несчастья еще чего-то в отличие от себя хотя ты кричала нам хейтером сдохните я никогда так не скажу а знаешь еще и почему а еще и потому что это во первых ненормально а во вторых все наши слова ну вот все твои слова которые ты кричала гадости вернуться тебе обязательно в несколько раз да далее ребята значит вот интересный момент по уралочки нам слова следуя ее железной логике если вот те люди которые фантазируют это люди у которых какие-то неполадки в личной жизни да она так и сказала то есть знаете своим мнением уралочка взяла и просто приложила всех писателей фантастов и режиссеров которые снимают в жанре фэнтези да да и саму себя уралочка я тебе напомню твой неудавшийся канал сказочки добрый фей на ночь согласитесь друзья мои получилось смешно уралочка хотела унизить других кто в отличие от нее умеет фантазировать да а унизила саму себя да уралочка ты ж там тоже сочиняла хотя нет правда ты не только сочиняла но скорее всего даже не сочиняла а врала потому что сказочки это были даже не уралочкины когда мы с вами об этом узнали да то есть даже чужие сказочки она просто выдавала за свои в общем с фантазии у человека полная ноль видимо поэтому как говорится и не пережить что другие могут фантазировать друзья мои ну а с другой стороны блогерам обзорщикам приходится вот это все билиберду выслушивать смотреть а еще и стараться преподнести свой обзор так чтобы было интересно значительно интереснее нежели их занудная вот это вот абра кадабра далее ребят интересный момент когда уралочка сказала о том что у нее вот это 38-летняя племянница у нее оказывается тоже сахар высокий аж целых 10 она говорит вы представляете она сидит исключительно на одной гречи я не поняла когда она успела сесть на одну гречу когда уралочка демонстрировала ее вещи да то есть от василька который она и заказывала вещи шестидесятого размера я так понимаю что она только только сейчас вот эта племянница 38-летняя пересела на гречку и у нее высокий сахар потому что если бы она сидела всегда на гречке да грубо говоря на строгой диете она бы никогда не была бы шестидесятого размера далее далее уралочка про свои болячки сафарик сидит гогочит видимо нашел там какие-то вспомнил знакомые буквы что-то там интересного высчитал вы знаете мне очень понравилось как уралочка решила а знаете оправдать вот это то что они выставили донат и им донатит она сказала ну что но есть же люди у которых есть возможность финансово помочь нам вот пусть они нам и помогают правочка у меня вопрос на засыпку а вы что два инвалида чтобы вам кто-то вообще почему-то зачем-то помогал вы что работать не в состоянии в состоянии так почему вы не работаете не отрываете свои пятые точки не идете на работу вместо того чтобы помогать вам лучше бы те у кого есть возможность уралочка заруби это на носу лучше бы те у кого есть возможность помогали бы тем кто действительно в этом нуждается людям бездомным животным и так далее но не тунеядцам которые просто сидят на жопе ровно вместо того чтобы идти работать ребят согласитесь я на целиком и полностью права ну а далее опять сначала рассказывать про то что сафари круче всякого диетолога такой знаете ли деспот от нее все буквально отбирает уралочка я тебе уже говорила по какой причине он скорее всего все это дело у тебя отбирает он просто переживает что ты сожрешь все что не приколочено и ему как говорится абсолютно ничего не достанется но и вспомнила говорит ой так я страдаю так говорит у меня слюни текут хочу пирогов говорит с луком и с яйцом вареные горит яйца у меня уже поперек горла стоят в меня говорит уже не лезут короче друзья мои кто о чем как говорится а вшивая баня ну вы поняли да какой бане и какой вшивый я к тому что кто о чем а уралочка все только про одну сплошную еду вот и видимо мерещится и снится как она ест колбасу запивая чаем заедает еще и пирогами ну как то так ребята такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока